Это будет мое первое официальное выступление в качестве сотрудника Института коллапрактологии, радиотерапевта. Скажу сразу, интриги никакой не будет, клинический пример довольно банальный, подвоха нет, но я думаю, что будет что обсудить. Пациентка 43 года, диагноз, первые жалобы появились в марте 2017 года. Классические жалобы на боль внизу живота, примесь крови в кале. Пациентка молодая, без сопутствующей патологии. При обследовании по ректум сразу за зубчатой линией по задней левой полуокружности определяется бугристое опухолевое образование. Верхний полис опухоли достижим. При колоноскопии сразу за зубчатой линией по левой полуокружности выявлено опять же бугристое образование, контакты кровоточат, взята биопсия. Другой патологии при колоноскопии не выявлено. При гистологическом исследовании диагностирована низкодифференцированная аденокарцинома. Естественно, что пациентке назначено МРТ органов малого таза, при котором подтверждена опухоль нижнеампулярного отдела прямой кишки. В крайне окоудальном направлении протяженностью 46 мм распространяется на мышечный слой без прорастания стенки кишки. МРТ стадия Т2. Лимфатические узлы в мезоректуме и экстрамезоректальные не визуализируются. Ну и, собственно, классическая картинка МРТ с опухолью Т2. Ну, при дальнейшем обследовании КТ органов грудной клетки и КТ брюшной полости данных за отдаленные метастазы нет. Опухолевые маркеры в норме. Диагноз. Рак нижнеампулярного отдела прямой кишки Т2 и 0,0. Ну, казалось бы, довольно простая клиническая ситуация. И, собственно, мой первый вопрос к аудитории, к хирургам. Ну, напрашивается, что оперативное лечение. Нет? Почему? Но, может быть, мы попросим не только аудиторию, а наших тогда лекторов. Пожалуйста, тогда вот этот, прежде всего, адресуйте вопрос Джеральду. Что бы он здесь, какое предложил лечение? Есть ли микрофон у нас в зале, который может быть? Пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, принесите. Спасибо. Я бы хотел узнать, на сколько это быстрый край? 2,5 сантиметра от анус-маржин, related to the serrated line, just beyond the serrated line. Один сантиметр, один сантиметр. Анастамас. Не слышно без микрофона? Нет, у нас там звучит. Не дай микрофон. И вопрос, что делать этому пациенту. Некоторые пациенты говорят, что я не хочу стома, никогда-никогда получать. И тогда мы проводим химиотерапию, радиотерапию, чтобы избежать стома. А если прямо операцию делает, допустим, если человек-фермер и не хочет никаких проблем, и хочет быстро вернуться на работу, это сразу ампутация. Прямо может провести для местной эксцези, опухоль, кажется, слишком большой. Какое ваше суждение? Я думаю, то же самое. Если пациент согласен с радикальной стратегией, тогда можно проводить ампутацию. Если пациент хочет, имеет проблемы, то тогда давайте подождем и попытаемся использовать на лодионтной терапию и посмотрим на ответ. Было предложено хирургическое лечение, однако от которого пациентка категорически отказалась. Да, пожалуйста, вопрос, Сергей Васильевич. Если встать на формальные позиции, то согласно клиническим рекомендациям нашим отечественным, эта пациентка подлежит лучевой терапии. И лучевой терапии, да. Тогда как вы можете предлагать операцию? На самом деле... Сказать, что вам нужно проводить лучевую терапию, потом переоценивать, потом решать вопрос оберации. И так гласят клинические рекомендации. Это не совсем так. В клинических рекомендациях вопрос раннего рака описан достаточно двояко. Я один из авторов этих клинических рекомендаций, поэтому я помню. Т2, нижнеампулярный рак, показания к предоперационному лучевой терапии. Значит, мы точно сделали все правильно. На самом деле, очень интересные рекомендации Национального института Великобритании. Они касаются предоперационной лучевой терапии с использованием дополнительного брахия-буста рентгеновским излучением, где очень четко описано, что пациенты, которые не могут перенести операцию, должны пройти радикальный курс с последующей брахиотерапией. Или пациенты, которым показано хирургическое лечение, но отказываются от него. Я попробовала записать видео. У нас, к сожалению, нельзя его транслировать прямо из системы, чтобы было хорошо видно, но я надеюсь, что будет понятно. Это этап лучевой терапии. Это происходит фьюжн МРТ с КТ, что мы точно знали, где располагается первичная опухоль, которая не видна на КТ практически никогда, особенно в нижнеампулярном отделе. Происходит совмещение структур, оконтуривание. Происходит оконтуривание клинического объема непосредственно первичной опухоли. Очень часто мы это делаем совместно с МРТ-диагностами. Потом идет оконтуривание основного клинического объема регионарных зон. Я хотела это видео продемонстрировать. У нас на прошлом конгрессе с Алексеем Михайловичем возник спор, точно ли лучевой терапевт знает, куда он попадает. Ну, мне кажется, что да. Что все-таки есть определенная уверенность, что мы знаем, что лучевая терапия воздействует непосредственно на таргетный объем. Сейчас буквально еще одна минута. На этот объем планируется проведение подведения 46-ти грей регионарной лимфоузлы. Основное для оконтуривания является КТ, но мы всегда проверяем по МРТ, особенно мезоректальную клетчатку, и, соответственно, отступы от опухоли. После подведения 46-ти грей до 50-ти грей будет сделан дополнительный локальный объем на саму опухоль. После этого вот это итоговый объем лучевой терапии. Собственно, локальный объем локально на опухоль. И, собственно, 3D-модель получаемого объема лучевой терапии. И непосредственно план. То, что красным – это 95% из-за дозы, голубым – это 50% из-за дозы. То есть очень четко видно, что воздействие минимальное на окружающие органы и ткани. Критические органы выделены отдельно. Собственно, итоговый план лучевой терапии. Картинка гистограмма дозы объем с точной нагрузкой на критические органы и объемы. И на втором этапе пациентки была проведена… На самом деле, пока до конца непонятно, нужна ли эскалация дозы. Но, тем не менее, работы, сопряженные с watch and wait и контактной лучевой терапией, сейчас достаточно много. И на втором этапе пациентке был проведен контактный буст разовой дозой 3 ГРЭЙ, суммарной дозой 9 ГРЭЙ. Собственно, одна из последних статей 2016 года, правда, под авторством Глена Джонса, что опыт в контактной лучевой терапии растет и что это очень может быть полезно именно для ранних стадий рака прямой кишки. Результат лечения. И следующий вопрос. После окончания радикального курса лучевой терапии нужно ли начинать химиотерапию в период реализации эффекта, то есть в период ожидания 8 недель? Начинать ли пациентке химиотерапию, либо выждать 8 недель? Это ранний ректальный рак, который не требует химиотерапии для выживаемости. Если мы добавляем химиотерапию для местного контроля, но мы этого не любим делать обычно. Вы даете оксилоплатин в течение длительного времени, вы увидите другие осложнения. Но если вы это сделаете, я уверен, что будет больше полных ответов, но вы должны учитывать токсичность химиотерапии. Это не стандартный метод. Проводилась радиомодификация капицитабином в дни лучевой терапии в стандартных дозировках. Я бы не добавляла химиотерапию этому пациенту. Химиотерапию, хотя в других ситуациях, если это Т3Н1, мы сейчас все чаще и чаще у молодых пациентов неоадивант стали перекладывать вот в эти 8 недель ожидания, чтобы не терять время. Но это при местном распространенном раке, где мы знаем, что будет точная операция. И, соответственно, я даю сразу результаты МРТ после лечения и на протяжении года, что практически сразу через 8 недель у пациентки отмечен полный регресс опухоли, стенка кишки утолщена, с наличием фиброзного компонента в структуре. И с учетом диффузии явных микроскопических признаков остаточной опухоли не выявлено. Пациентка оставлена под наблюдением. Собственно, МРТ. И последнее МРТ малого таза от 22 февраля 2019 года. То есть пациентка находится на данный момент времени под наблюдением после лечения уже в течение 24 месяцев. Не отмечены отрицательные динамики. По сравнению с предыдущими исследованиями, признаков остаточной опухоли не выявлено. Однако при осмотре коллапрактологом перректом обнаружен плотный участок, выступающий на поверхности слизистой. И на перчатке были следы крови. То есть данные МРТ несколько разошлись с пальцевым осмотром, который является обязательным. И что предпринять в этой ситуации? Необходимо ли выполнять биопсию или оставлять пациентку дальше под наблюдением? И в какой момент выполнять биопсию? Что было эндоскопическое изображение? Я бы ввел эндоскоп для того, чтобы посмотреть, что там происходит, потому что это может быть очень ранний повторный рост, может быть аденома. Брахиотерапию дополнительно выдавали? Да. И это также может быть кровотечение в связи с высокой дозой радиотерапии. Я бы ввел эндоскоп. Как толком было принято решение все-таки взять биопсию? Хотя радиотерапевты очень критично к этому настроены после проведения брахиотерапии. Я бы не брал биопсию. Действительно, слизистая довольно выраженно изменена. И кровенистые выделения, изменения слизистые встречаются практически у всех пациентов. И, собственно, было взято все-таки гистологическое исследование, при котором мы подтвердили, что опухолевого роста нет, и ткань представлена фиброзом. И, собственно, хочу закончить. Вот я фотографии Белла Хилла. Я думаю, что вам не надо рассказывать, чем он знаменит. И, собственно, это его выступление в 2013 году, после того, как профессор Жерард, это радиотерапевт из Франции, опубликовал вместе с профессором Сан-Нунцем из Великобритании большие данные по протоколу ОПЕРА, по радикальному курсу лучевой терапии с добавкой рентгеновского излучения в виде брахиотерапевтического буста. И, собственно, он был крайне возмущен полному ответу и возможной революции. Я думаю, что революция однозначно наступила, и что мы можем себе позволить оставлять больных под наблюдением, однако это однозначно должно проходить только в крупных центрах. Это должно происходить там, где есть полное взаимодействие МРТ-диагноста, радиотерапевта и врача-хирурга, чтобы полный клинический ответ был оценен стопроцентной точностью, поскольку однозначно для рака прямой кишки хирургическое лечение остается на первом месте, и тактика выжидательного наблюдения это исключение исправил. По нашим данным с Институтом коллапрактологии мы уже приблизились к 17% полного ответа. Я не думаю, что мы сможем добраться до более высоких цифр, если мы не найдем только предикторы ответов на лучевую терапию, но тем не менее. Поэтому тиражировать данную методику, мне кажется, надо очень аккуратно и с большой осторожностью. Спасибо. Ну, теперь есть у нас возможность все-таки вступить в дискуссию, и кто бы хотел выступить в дискуссии? Пожалуйста, вопрос, Сергей Иванович. Я хотел бы задать вопрос, и хотел бы, чтобы на него ответили вы, Ирина Анатольевич, как организатор здравоохранения. Опять-таки, я, извините за занудство, буду говорить о клинических рекомендациях. Лучевая терапия, как самостоятельный метод лечения, не предусмотрен для лечения опухолей железистого происхождения, только для плоскоклеточного рака. Если у больной возникнет регоровоз, прошу прощения, возобновление опухоли в месте лучевого воздействия... Как быть в такой ситуации? Можно я начну? Значит, однозначно, у пациентов, которые идут на watch and wait, должны быть согласия непосредственно пациента, поскольку я уже говорила о том, что основной метод лечения рака прямой кишки аденокарцинома – это хирургия, и мы не будем вообще даже это обсуждать. Соответственно, все другие варианты динамического наблюдения должны быть только с абсолютного согласия самого пациента, что он готов, поскольку это накладывает дисциплину на самого пациента, что у доктора надо появляться очень часто, потому что контрольное обследование происходит с периодичностью 2-3 месяца. То есть мы должны понимать, что пациент будет приходить именно к нам на эти обследования. Правильно ли я понял, чтобы избежать... Сергей Иванович, позволите, я не организатор здравоохранения. Можно я попытаюсь ответить на ваш вопрос? Мы все хорошо знаем, что позавчера или 3 дня назад наконец-то в Госдуму внесен закон, где уголовная ответственность за нашу ошибку будет принята. Поэтому, естественно, что работая в таких условиях, нам очень трудно принимать какие-то медицинские решения, которые будут противоречить чему бы то ни было. Но я бы только хотел сказать одно, что Михаил Звонецкий, на мой взгляд, один из лучших наших, умнейших людей, он говорил, что мы очень часто боремся с грибком, забывая бороться с влажностью. Вопрос в чем? Что? Да, мы часто боремся с плесенью, забывая бороться с влажностью. Что такое клинические рекомендации? Это не приказ. Второе. Как они были приняты, эти клинические рекомендации? У нас что, в России были проведены рандомизированные клинические исследования, мы их обсудили и приняли решение? Нет. Мы взяли и перевели. ЭСМА, НССН или еще что-то. Первый вопрос. А почему вы взяли за стандарт ЭСМА, а, например, не рекомендации Великобритании и Ирландии, где нет лучевой терапии при Т2Н0? Понимаете, такие скользкие вещи. Трудно в условиях, когда Следственный комитет стоит за дверью и читает рекомендации, но по большому счету, ведь у нас в России нет собственных рекомендаций. Это компиляция. Поэтому то, как они написаны, больше вопрос к авторам. Я там тоже, наверное, в соавторах. Ну, не читал. Нет, у меня просто предложение. Через 8 недель у такого больного просто надо брать отказ от предложенного ему хирургического вмешательства. И тогда это решит все вопросы. Иван Иванович, для этого, собственно, и придумано МДТ или мультидисциплинарный консилиум, как хотите вы его назовите. Его задача, прежде всего, оградить больного от гениальных хирургов или от сверхоптимистичных радиотерапевтов, которые утверждают, что, да, все, мы проверили лучевую терапию, здесь полный ответ и надо наблюдать. Можно посадить одного человека, но когда под консилиумом стоит подпись с 10, это будет сделать гораздо сложнее. Вот наши западные коллеги сейчас, наверное, даже не понимают, о чем мы говорим. Ну, просто, понимаете? Нет, почему? Потому что мы работаем в совсем других условиях. Ну, не надо преуменьшать понимание проблемы. Я думаю, что это везде, во всех странах. И, пожалуйста, мы сейчас профессором Пиза попробуем сказать. Скажите, а если я спрошу, скажите, пожалуйста, вот Майбах, Мерседес, это лучшая машина в мире? А какая лучшая, на ваш взгляд? КамАЗ, я. А? КамАЗ, понятно. Я к чему говорю? Я взял условно, Майбах великолепная машина. Но если мы будем на ней ездить по колхозному полю, то она там не подходит. Пожалуйста, профессор Пиза. Позвольте мне сказать несколько слов. Доктора и пациенты в каждой стране те же самые. У нас везде аналогичные проблемы. Что касается тяжб в суде. В Великобритании было дело в суде. Пациента прооперировали, у него возникли осложнения, а опухоль не была обнаружена. И он засудил этого доктора, привлек его к суду, потому что он не сказал, доктор ему не сказал, что можно в ожидательную было тактику предпринять. И понятно, что надо все согласовывать, надо пациента вовлекать, привлекать к принятию решений. Но в нашей стране, ну, в общем-то, пациент не обязательно должен подписывать вот тот или иной договор, просто описывайте, что можно сделать. Ну и все, конечно, лучше было бы задокументировать, тогда вас никто к суду не привлечет, не будет таких проблем. Но, собственно говоря, решение, оперировать ее нет, оно не принимается, скажем, радиологом. Оно принимается только, оно принимается группой, смотрит на визуализацию, и смотрит, какие альтернативы. Например, хирург поговорит с пациентом, но это пациент, кто будет решать. Именно пациент. Каким образом обсуждаем этот вопрос? Если пациент приходит с опухоли нижнего полярного отдела, в той ситуации, когда у нас нет другого пути, мы можем предложить ему только брюшно, я сейчас говорю о раннем раке, мы можем предложить ему только брюшно-промежную экстербацию прямой кишки, у нас нет путей сохранить задний проход, тогда мы ему говорим о том, что есть возможность, мы можем попытаться избежать этой операции, либо, по крайней мере, отсрочить ее. Но мы это подаем именно как в этом виде. А в тех ситуациях, когда мы получаем полный клинический регресс на основании магнитной резонанса и томографии клинических исследований, здесь надо тоже помнить, вот на мой взгляд, очень поучительный у нас был пациент вместо распространенным раком прямой кишки, у которого мы получили полный клинический регресс по данным магнитной резонанса, томографии, эндоскопии, пальцевого исследования. Он все-таки оказался человеком настойчивым, мы выполнили ему брюшно-промежную экстербацию прямой кишки. В гистологическом исследовании полный регресс, а через полгода местный рецидив. Поэтому тоже надо, я пока не очень знаю, как это объяснить, но тем не менее надо понимать, что ни один из наших методов не обладает стопроцентной достоверностью. На самом деле, действительно, тут много различных аспектов, но вот нам недавно попалась статья, опубликованная в этом году в GMI в составе Филиппа Пати, и вы знаете, тоже приводится разная, это ретроспективный анализ и опыт достаточно значительный. Было две группы пациентов, у которых имелся полный клинический ответ, им была предложена где-то группа, по-моему, из 116 пациентов именно в очень вейт тактика, а другие все-таки пациенты настояли на выполнение экстерпации или любой другой операции удаления. И, собственно, там тоже даже патоморфологический эффект был подтвержден по полной исчезновению опухоли. Так вот, в ОЧБ это не все так благостно, потому что примерно у 22 пациентов был повторный регроус этой опухоли и были выполнены зачем различные оперативные вмешательства. Но самое главное, у этой группы пациентов с возвратом болезни у 30% отдаленной метастазы. Поэтому, конечно, здесь все не так просто, как нам кажется, но вместе с тем я бы тут не усугублял эти страхи общения с пациентом. Действительно, то, что у нас сейчас пациент подписывает, дает информированное согласие, это нормальный, хороший юридический инструмент. То, что мы сейчас ввели в стандарты, чего у нас ранее не было, мультидисциплинарную команду или, как у нас называется, мультидисциплинарный консилиум, который принимает эти решения, это тоже очень важный аспект защиты наших решений, я имею в виду, врачебные команды. И самое главное, что все равно в этой команде принимает участие сам пациент. И думаю, что, конечно, какие-то коллизии возможны, но не нужно их бояться. Более того, не нужно думать, что в других странах европейских этих конфликтов не возникает. Они возникают и будут возникать, и это нормально. Другой вопрос, что у нас в стране, это сейчас идет на уровне уголовного кодекса. То есть, вот взаимоотношения между врачом и при возникновении осложнений, более того, у нас это даже называется осложнение, положим несостоятельность анастомоза. С моей точки зрения, это осложнение, это не есть ошибка врачебная. А у нас юридически это обозначается как ошибка. И, соответственно, это в уголовном... Не надлежащие. Да. И, соответственно, это в этом сложности есть, но вот поэтому мы должны защищаться как раз такими консилиумами, подписями пациентов. И я думаю, что и сейчас все-таки большая идет борьба в обществе и в государственной нашей думе с тем, чтобы все-таки перевести эти взаимоотношения не в уголовный кодекс, а в гражданский кодекс, как это происходит в большинстве стран мира. И думаю, что, конечно, разум здесь победит и все будет у нас нормально. Продолжение следует...